Всем привет, ребята, и добро пожаловать на канал Богатейший Ди. Экономика Китая сбавляет обороты, из-за чего многие страны мира, которые зависят от китайских инвестиций, туристов и товаров, чувствуют неопределенность. 15-20 лет назад Китай уже считался фабрикой мира. Сегодня же он представляет треть мировой торговли. Но то, что мы видим сейчас, это нарушение цепочек поставок и даже приостановку работы их источников. Например, экономика Сингапура переходит в рецессию, так как число туристов из Китая упало уже на 30%. Экономика Таиланда также вступает в рецессию. Это же делает и производственный сектор Вьетнама, который полностью зависит от хорошо отлаженной цепочки поставок из Китая. В январе их экспорт упал более чем на 17%. Но некоторые эксперты считают, что угроза распространяется далеко за пределы этого региона, так как практически все страны мира зависят от производства в Китае. В 90-х годах Запад производил более 80% всех своих медикаментов внутри своих собственных стран. В настоящее время только 20% производится в своих странах, а 80% в Китае. Надеюсь, вы видите эту проблему. Мир слишком зависит от Китая. А Европа и США особенно. Эти два кластера экономической активности сегодня во многом обязаны Китаю, не говоря уже об Азии. Мировая экономика раздувалась в пузырь. То, что сейчас у всех на слуху и всех пугает, этот новый черный лебедь 2020 года, носящий корону, это просто игла, которая и лопнула этот пузырь. Этот пузырь называется количественным смягчением. 2020-е годы впоследствии будут известны как худшая депрессия в истории. Есть два выбора, спасти людей, либо спасти экономику. Сейчас все страны пытаются спасти экономику, что уже является проигрышным вариантом. И хотя мировая пандемия и может провоцировать бихевиаризм, обрушивать рынки, на самом деле все дело в деньгах и человеческих отношениях. На Западе знали, что в Китае были и есть нарушения прав человека, но Запад думал лишь о том, как бы слепо это использовать. Все пузыри лопнут. Все зло закончится. И именно этому история нас учит, но все равно мы до сих пор повторяем все те же ошибки. Учитывая то, как все завязано на Китае, когда последний потерпит крах, другие страны последуют за ним. Это будет самый настоящий хаос, которым нам и предстоит выживать. Об этом я, кстати, готовлю тоже видео, оно будет очень длинным, но очень полезным. А ведь последний год для Китая прошел крайне плачевно. Торговая война США привела к тому, что экономика страны росла самыми медленными темпами за последние 30 лет. По оценкам экономистов, в 2019 году Китай потерял около 5 миллионов рабочих мест, в том числе почти 2 миллиона из-за торговой войны Соединенными Штатами. Направление этого года для Китая уже определяется всем известным фактором, который парализовал целые промышленные регионы страны, что безусловно ослабляет экономику. Зато посмотрите на карту загрязнения воздуха китайского неба до и после карантина. Вот как просто оказывается решить экологические проблемы. Особенно хорошо это видно в провинции Ухань, которая теперь не загрязняет окружающую среду вообще. Прямо с Атедема на земле. Согласно данным Standard Chated, если большая часть страны останется на с одном положении, как сейчас, это может затронуть до 42% экономики Китая. Компании могут столкнуться с трудностями при выплатах по кредитам, что приведет к росту просроченных кредитов на 1,1 триллиона долларов, согласно данным S&P Global. Китайские авиалинии были вынуждены отменить большую часть рейсов, а многие люди отказались от запланированных вылетов. За счет этого китайские авиакомпании прогнозируют потерю свыше 29 миллиардов долларов. При этом рост спроса на авиаперевозки с прогнозируемых 4,1% сократится до 0,6%. Экономика Китая, которая составляет 15,8% от всей мировой, споткнулась, и, видимо, падать придется неудачно и с переломами. По всему Китаю компании закрывают двери по мере роста числа людей, которые заразились. Тесла, Старбакс, Джонсон Джонсон, Самсунг, Валио, Бош, Борг, Варнер, Икеа, даже Фокскон, который выпускает айфоны. Экономика в ступоре. Вспышки болезни, ограничения на поездки и принудительные карантины по-прежнему не позволяют миллионам людей вернуться на работу. Предприятиям в 24 провинциях, муниципалитетах и других регионах было приказано не возобновлять работу до 10 марта. Вдумайтесь в следующие цифры. На все это приходится более 80% ВВП Китая и 90% его экспорта. В то же время были отменены тысячи рейсов более чем 50 авиакомпаний, поскольку правительство ввело ограничения на поездки в Китай и из Китая. Это четко видно на карте полетов над Китаем. За один месяц этих самолетов стало значительно меньше. Внутренние железнодорожные перевозки упали более чем на 75%, в то время как индустрия туризма находится в застое, поскольку китайцы остаются дома, а иностранцы избегают посещения Китая. Однако нарушена была не только потребительская сфера. Последствия фактически заключаются в изоляции наибольшего количества людей от остального мира, нарушая процесс торговли и поставок во всем мире. За несколько недель до 20 января активность судов в основных портах Китая упала на 20%. Чтобы вы понимали влияние этого на мир, 7 из самых крупнейших и загруженных портов мира находятся в Китае. Даже цены на нефть упали, так как спрос на нее падает в Китае, крупнейшем в мире импортере сырой нефти. Автопроизводители от Ниссана до Хонды, а также американские гиганты Apple и Nike имеют крупные производства в Китае, которые тоже сейчас страдают. Более 10 лет Китай также является крупнейшим экспортером в мире. Причем многие страны, такие как Япония и Вьетнам, очень зависят от уже налаженной китайской цепочки поставок. Китай гораздо больше переплетен с мировой экономикой, чем когда-либо прежде. Из-за этого глобальная экономика, а не только китайская, почувствует последствия. Ведь абсолютно все жадные корпорации размещают свои производства именно в Китае. А надпись «Сделано в Китае» посетила больше стран, чем самый богатый человек на планете. Поскольку «Черный лебедь» 2020 года неожиданно перевернул обычное течение бизнеса по всему Китаю, общее его влияние на экономику, вероятно, поймут только спустя десятилетия с исторической перспективы. Первый квартал 2020 года для ВВП Китая выглядит вообще нехорошо. Потребление, инвестиции, экспорт, все это находится в стагнации. Особенно пострадают авиакомпании и круизные лайнеры. Это затянется еще как минимум на несколько месяцев, поэтому и Китай, и весь мир сильно пострадают. Ведь, как мы уже поняли, мир сильно зависит и от роста Китая, и от его падения. При этом я уверен, что цены на отпускные туры будут падать. Если экономика Китая рухнет, это будет иметь каскадное влияние на мировую экономику. Растущие долги Китая и нереально массивный пузырь недвижимости, наряду с и без того замедляющейся экономикой и стареющим населением, тоже будут очень ключевыми факторами, которые могут отправить мировую экономику на дно. Если Китай с этим не справится, экономика будет рушиться в каждой стране. Китай является не только крупным экспортером, но и огромным потребительским рынком. По этому показателю составить конкуренцию стране могут только Соединенные Штаты. Китай покупает огромное количество фруктов, зерна, каучуков из Юго-Восточной Азии. Также он является крупнейшим торговым партнером для большинства стран мира. Эта страна занимает позицию номер один по объемам экспорта в мире. При этом важно отметить, что экспорт приносит 80% валютных доходов государства. 80%. Если экономика такого государства рухнет, никто не сможет убежать от последствий. К примеру, резкое увеличение китайского туризма в Японию за последние несколько лет сыграло ключевую роль в предотвращении экономического спада в Японии. Поэтому японское правительство несколько лет назад запретило расизм против китайцев, которые так вовремя спасли японскую экономику. Кстати говоря, эти события иронично называют китайским вторжением в Японию. Крупнейший рынок европейских предметов роскоши находится в Китае. Даже для США самым значительным международным потребителем американских брендов является Китай. Вот почему риторика США, когда дело доходит до торговой войны, настолько противоречива. Ведь США понимает, что нуждается в экономике Китая даже больше, чем Китай в США, чтобы продолжать расти. Проблема торговой войны в том, что вместо того, чтобы покупать больше американских товаров, Китай обращается к своим внутренним продуктам, что для американцев, конечно же, невыгодно. Теперь мы понимаем, что Китай – это мировой экономический двигатель, который занимает почти 16% мировой экономики. Если бы не Китай, вся мировая экономика уже давно бы вступила в самую жесткую фазу рецессии. А что же это все будет значить для экономики США? Болезнь, которая в 6 раз заразнее и в 30 раз смертельнее по сравнению со стандартным гриппом, за один месяц парализовала крупнейшего в мире производителя и экспортера. И все это только начинается в других странах мира. Не может ли суровый карантин, такой как в Китае, в других странах тоже вызвать коллапс? Что произойдет, когда такой же суровый карантин будет введен в Индии, Африке, Северной и Южной Америках, Европе? Экономика в ступоре. Китай по-прежнему посреди этого, и у правительства просто нет выбора, кроме как заставлять людей возвращаться на работу, иначе экономика просто рухнет. Вы думаете, что Соединенные Штаты собираются запереть 50 миллионов человек в своих домах, как это сделал Китай, и ждать обвала экономики? Исследование, проведенное Лос-Аламосской национальной лабораторией, которое финансировалось ДАРПа для изучения китайского черного лебедя, пришло к выводу, что если не будет установлен жесткий карантин, который является успешным на 95%, вирус не остановить. Если это продолжится, Китай не восстановится, во всяком случае не в этом столетии. И страдать от этого будет любая страна, и не только экономики этих стран. Это уже происходит в Южной Корее, Японии, Италии, следом в очереди стоит Германия, и за ней Франция. Что касается Штатов, в настоящее время они отказываются от тестов. За все время менее 500 человек было протестировано. Правительство США и CDC только делают вид, что все в порядке, избегая проверять людей. Фактически, по этим причинам статистика в этой стране недостоверна. Из-за этой глобализации, похоже, все пострадают, причем чисто из-за человеческого фактора, из-за жажды денег и из-за человеческих отношений. А это означает экономический спад для всего мира, а не только для Китая. Наиболее серьезное экономическое воздействие будет оказываться на транспортный сектор. Например, доходы от туризма сильно пострадают, а это постоянные потери. А для стран, для которых туризм является кровью экономики, это будет означать катастрофу. Туристическая игла быстро такие страны накажет. Резкое снижение количества путешествий в Китай повлияет на рост ВВП страны в первом квартале 2020-го. Так как власти уже сейчас мобилизируют свои силы, применяя меры контроля въезда и выезда даже на уровне деревни. Большой вопрос в том, как долго действующие меры контроля останутся в силе. Также мы наблюдаем и обвал продаж недвижимости на 90% по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Большая часть деятельности в сфере недвижимости и строительства заканчивается как раз в январе и феврале в обычные годы. Хотя и расширенные китайские новогодние каникулы уже закончились, сделки с недвижимостью точно не восстановятся быстро. Потеря оборота в сфере недвижимости поразила даже промоутеров, которые столкнулись с недостаточным финансированием. Точнее с его резким снижением. Регуляторы пытаются привлекать средства с помощью продаж облигаций внутреннего займа, но это в 6 раз менее эффективно, чем обычно. Все это означает, что после потрясений в первом квартале восстановление строительства и продажи недвижимости займет куда больше времени, чем прогнозируют. Крупные компании переживают технологические трудности в цепочке поставок, а крупные заводы не уверены, что запчасти будут доставлены вовремя для сборки. Небольшой бизнес, с другой стороны, имеет риск задержать запуск новых продуктов. Но самым большим препятствием на данный момент является возвращение людей на рабочие места. Почти 80% опрошенных производителей не имеют достаточного количества персонала, чтобы вернуться к полноценному производству. Впрочем, компания Apple все равно обещает выпустить свой новый iPhone в четвертом квартале этого года. Ну, как обычно. Ни одна страна не может сравниться с преимуществами Китая как производственной базы. Но, тем не менее, среди крупных потребителей Китая все яснее становится перспектива увеличения географической диверсификации своих поставок и производств. Как мы видим, то, что нас ожидает, это вовсе не спад, ребята. Это новая, великая депрессия. Полторы недели назад все экономические показатели побили рекорды падений, поэтому неудивительно, что рынок отреагировал на это падениями на тысячи пунктов. И как только у Трампа закончится совесть клепать свои доллары для количественного смягчения, больше ничего не помешает рынку продолжить падения. Под влиянием банкротства, безработицы и, наконец, долгой глубокой рецессии, переходящей в новую депрессию. Многие люди побоятся или посчитают слишком дорогими идти в больницу, что тоже, конечно же, ничего хорошего не сулит. Для штатов, возможно, это закончится гражданской войной. Конечно же, ангел-хранитель рынков ФРС попытается напечатать деньги, чтобы это исправить. Это не имеет смысла, но они вас заверят, что это просто необходимо. Теперь, наконец, я знаю, что вызовет следующую великую депрессию. Вот и все на сегодня. Надеюсь, видео вам понравилось. Если это так, то не забудьте поставить лайк. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте, обязательно богатейте. Берегите свое здоровье. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok